19 января по новому стилю верующие отмечают крещение Господне один из древних праздников христианской церкви между прочим наше время крещение стало прям каким-то трендом все социальные сети помогает в этом взрослые даже дети ждут этот день чтобы окунуться в холодную святую воду и этот день настал также я буду присоединяться к традициям я теперь понимаю почему люди пьют 100 грамм можем предложить только чай я готова так сказать настроилась настроилась морально настроилась физически готова принимать для себя святовство все силы так сказать это мой дебют потому что все годы так сказать откладывала этот процесс в этом году сказала все тома соберись не будь тряпкой все делают и тебе надо тоже окунуться ты что хуже всех нет поэтому сейчас еще немножко предусловий дуй давай дуй я придумала давай сейчас меня обрьем водичкой якобы я только что такая вылезла А потом вот это смонтируем, да, смонтируем. Друзья, чувствую прилив сил, чувствую, что я не чувствую рук, не чувствую. Ну, что ты говоришь? Не зашло на тебя. Очень безумно. Ты теперь святая? Я теперь безусловно святая. А дай мне. Обряд закончен. Всем спасибо за внимание. Хорошо окунулось. Очень. Вот так. Всем советую делать так, как и я. Это очень полезно. А у меня Атомита. Крещение еще более деликатное, чем у тебя. Главное с большей пользой для здоровья. Соль. Ой. Холодная. Холодная вода. Холодная вода. Светая. Согласно поверью, абсолютно со всех источников в этот день льется святая вода. Я вам скажу, что на самом деле даже церковники протестуют против того, чтобы вы ныряли в холодную ледяную прорубь. Особенно если человек не подготовленный к морозам и ледяным водам. Потому что это не только повредит вам, но еще и грехи. И получается, что не сможет. Купание в проруби – это сутки стресс для организма. Никакого очищения от грехов в этом купании не происходит. Это не обряд, не таинство. И для огромной массы народа, которые приходят, приезжают на покупание проруби, который ни в коем храм не исповедуется, не причащается. Это является таким мероприятием из разряда развлечений. А теперь я серьезно. О пользе такого обычая говорить не буду. А вот о вреде поведаю. С медицинской точки зрения, если вы никогда в своей жизни не окунались в холодную воду, то для организма это большущий стресс. И на этой почве могут вылезти разные болезни. Например, самые минимальные – это цистит, это гайморит, это простатит, это бесплодие, это инсульт. Отсюда возникает вполне резонный вопрос. Ну и стоит же эта традиция таких мучений? Если все-таки стоит, то я бы порекомендовала подготовить свой организм заранее. Принимать контрастный душ утром и вечером, заниматься спортом. И ни в коем случае, запомните, ни в коем случае не пить алкогольные напитки. А вообще, мой лайфхак, как провести этот день. Можно взять с собой чай в кругу близких, родных людей, прийти на море и просто прогуляться. И, так сказать, посмотреть на этих людей, которые все-таки будут совершать этот обряд. А вы чистенький, сухой, счастливый, довольный, согретый, теплым чаем будете просто гулять. С чайкой.